Здравствуйте, Валерий Леонидович. Какое у тебя настроение? У меня отличное. Я не могу сказать, что у меня такое отличное. Я хочу сказать красавцы. Вообще две команды показали удивительный футбол для болельщика. С этим согласен. Не важно, кто за кого болеет. Я сегодня увидел футбол хорошего европейского высокого уровня. Восполнение и «Зенита» и «Спартака». Но так как я «Спартаковец», я тебе говорю, что «Спартак» провел очередной шедевр. Просто на жилах и ошибки. Я понимаю, что много пробелов сейчас можно насчитать. Но это футбол. Я доволен тем, что команда «Спартак» собралась после «Марибора». Команда «Спартак» провела очень ответственно эту игру. Все молодцы. Все красавцы. Просто футбол высочайшего уровня. Еще раз повторяю. Есть в России футбол. Не важно, россияне играют в этих командах, легионеры. В общем, если анализировать состояние «Зенита» и «Спартака», они показали очень хорошую, красивую игру. Что еще надо болельщику? Я считаю, ничего. Таких бы игр побольше. Это мое мнение. Нет серости, нет уныния. Все на эмоциях, настроениях, все на мастерстве. Я очень доволен. Очень. Валерий Леонидович, а что у «Спартака» получилось в этом матче? В чем «Спартак» изменился? «Спартак» ни в чем не изменился. Сыграли лидеры. Очень здорово. Ты понимаешь, о ком я говорю. Это Глушаков, Камбаров, Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано. Они сыграли на таком высоком уровне, что «Зениту» это было не под силу. Единственное, что бы я хотел отметить. Болезнь эта стала проявляться, когда забил «Спартак» второй мяч. Как чувствовал, опять почему-то отошли назад. Ты обратил внимание. Опять стали держать, думали на кончике первой таймы, удержать счет 2-0. Это наказывается. Я к ним обращаюсь. Моментально наказывается. Это какая-то болезнь, цепная реакция. И наказали. Наказали за то, что додавить. Когда соперник, я имею в виду, когда счет стал 2-0, при сумасшедшем преимуществе «Спартак» мячи забиты классные. Они как раз эти 10-15 на второго тайма первого тайма испортили. Испортили тем, что хотели поддержать. Я понимаю состояние футболиста. А вдруг получится? Вдруг держание мяча и так далее. Ничего подобного. Сразу наказали. И сразу пошло такое настроение поганое. В настроении болельщика и так далее. Нервотрепка и так далее. Но когда это кончится? Слава богу, выдержали сегодня. Может быть, по-другому. А если все это анализировать, то «Спартак» просто молодцы. Я думаю, как дальше они будут играть с Ливерпулем и с остальными командами. Мы с тобой обсуждаем сегодняшнюю игру. Иван взят. Много о нем говорили. Не 5-1, но 3-1. Иван взят. Зенит, что я тебе могу сказать. Временами выглядел прилично. Но временами растерянным каким-то. Неуверенным в себе. Может быть, как говорил комментатор, редко с ними соглашаюсь, почему с первой минуты не играл в «Легоне». Тоже загадка непонятная. Чего Манчей хотел. То ли сыграть на контратаках. Но, чтобы сыграть на контратаках, надо, чтобы передняя линия Жиркова хотел подключить в переднюю линию, чтобы они были более активны. Этого не получилось. Зашибся тренер. Бывает такое. Бывает и Карреры. Да все ошибаются. Моментально на измененном положении выпуск в «Легоне» прошло. Примерно такое мое видение футбола. Майор. Следующий вопрос. С Краснодаром «Спартак» замечательно сыграл четырех нападающих. А почему после этого Каррера от такой тактики отказался? Мельгарыха до последних матчей не начинает составить. А я тебе могу сказать почему. Надо же обратить внимание на то, Влад, ты же понимаешь, что это не роботы. Вот завели их за родным. И давай, ребята. Когда играют команды, фактически начиная в 4-2-4-4. Он лишился многих игроков защитных линий. Нет людей, которые могут защищаться. Он играет 4-2-4. Он поставил все, что у него есть. Честно говоря. Лучше впереди. Это страшная нагрузка. Каррера. Ты посмотри, что происходит в нашем футболе. Я имею в виду в Спартаке. Выдающийся матч с Севильей. Выдающийся матч с Севильей. Потрясающийся матч с Зенитом. На равных. И все. Зенит очнулся, проснулся. Я не знаю. Боялся. Он спартак, конечно, боялся. Поэтому прижался к своим воротам. А потом, после забитого кришна мяча, пошел вперед. Но нагружка на среднюю линию иногда сумасшедшая. Я много раз говорю. Выигрывает тот, кто очень прилично и лучше выглядит средней линии. В общем-то, если обобщить игру, то, конечно, Спартак в средней линии переиграл. Но, конечно, не было двух-трех касаний. Моментально были моменты, когда в одно касание мать переводился, в переднюю линию пошло-поехало. Если бы еще к тому промыз был посвежее. Видно, парень устал. Надо честно признать. Все-таки физические кондиции отсутствуют в данный момент. Просто устал. Нагрузка, наверное, легла на него приличная. Потому что на отдельные игры играл просто великолепно. Вообще, они бы забили побои больше, чем три. Мне так кажется. А вообще, по ведению игры, по самодаче, и желанию, профессионализм, и техническое оснащение. Ты представляешь, как будет забить второй мяч? Ну, второй мяч – шедевр просто. Это шедевр. Но я же об этом и говорю. Все в этой комбинации, я посмотрел, участвовало семь человек. И Глушаков участвовал, и Андриана, который завершал, и Зе Луиш, и Фернандо. Все участвовали в этой комбинации. Зенит так и не понял вот этот учебник футбольный, вот эту комбинацию, задачку. Ну, ты знаешь, а футбол в чем и красен? Что вот такие вот шедевры иногда получаются. Ну, что здесь можно сказать? Я даже сидел и думал, ну ладно, сейчас старые болезни опять проснется, и Спартак пропустит два, особенно когда они остались восьмером. У меня тоже было такое. Да, да. Ну, так получилось, что, во-первых, Зенит повелся неправильно. А в чем неправильно? Неправильно не надо было наваривать. Они зубы выпали. Я по всем зубы не стал выпускать. Потому что Манчини немножко ошибся. Знаешь чем? Потому что команда сбилась на Верхотуру. Стала последние восемь-девять минут туда просто наваривать. Ты обратил внимание? Зуба ни одного мяча вообще не выиграл, откровенно говоря. Он сидел в запасе, наверное, спал в это время. Но разбудили его. Ну, выйди, побегай, помоги команде. Я шучу, конечно. Так оно, в принципе, получилось. Неправильно. Надо было мяч положить вниз и попытаться сыграть краями. Потому что очень устал Ещенко. Очень устал. И там, конечно, и Камбаров набегался. Вот здесь бы, конечно, тренеру подсказать, что ребята переводите игру на флангах. И давайте там терзайте и так далее. Если вы это выбрали простую ситуацию футбольную. Наваривай, а там Дзюба все выиграет. Ни черта подобного. Ничего он там не выиграл. Ну, было опасно, что он мястит тел в воздухе. А все остальное подбирал Спартак. Это мое мнение. А так, в принципе, ну что? Зениту не должно быть стыдно. Не должно быть стыдно. Спартак был просто сильней. Угу. Ну, следующий матч Спартака с тульским Арсеналом. А Спартак, как мы уже помним, не очень хорошо играет с командами, которые явно не фавориты. Тоже Мориборы, Тосны и так далее. Здесь проблемы у Спартака возникнут. Здесь трудно что сказать, Влад. Во-первых, Спартак, который проиграл в прошлом году Арсенал у них на поле 3-0, он уже выходил в рамки чемпиона. Это раз. Не надо это сбрасывать со счетов. Поэтому и отношение к футболу было другое. И состав там был не очень такой основной. Я думаю, что Спартак, раз уж там натянул майку, такую догонялку, будет играть до конца. Восемь очков это отыгрывается. Во-первых, 11-12, когда я был еще в Турции. Мы с Ловчевым уже не подпорили. Фактически догнали Зенит. Разница в два очка. Заметил? Ну это да. Но я не по Зениту смотрю, а по Локомотиву. Большей части до первого. А теперь давай мы с тобой вот так. После каждой игры я тебе буду давать свое представление. Да, Локомотив – это команда, которая на 8 очков опережает Спартак. Ну, давай так. Подождем, когда закончатся зимние игры и подытожим. Что играть на опережение? Я не хочу. Еще играть по два тура и посмотрим, что из этого выйдет. А раз ты спросил и позвонил мне насчет сегодняшней игры, я, мне кажется, ответил тебе подробно. В общем-то две команды отыграли на пятерку. Спартак сегодня был просто сильней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!